София Богатова знает не только родной язык, она владеет русским, чешским и даже словацким. Участница считает, татарская девушка должна быть хозяйственной и при этом постоянно развиваться. В моих глазах это в первую очередь духовная девушка, также обладающая высоким интеллектом. Это девушка, которая знает не только свой родной язык, как татарский и русский, но и развивается дальше в других направлениях, поскольку я сама занимаюсь наукой, поэтому для меня образование превыше всего. Своеобразие татарского народа отражает и костюм. В основе женского образа рубаха – кумек. Еще один атрибут – головной убор – тюбетейка. Цвета разнообразные – синий, желтый, белый и зеленый. Лениза Усманова выбрала бордовый. Девушка рассказывает об особенностях национального костюма. Это все закрытое, есть никакого декольте. Татарская женщина, она девушка, женщина, всегда должна быть стильной. Это не обязательно должно быть богато, это должно быть красиво. Знающая свою нацию, свои традиции, свою историю, потому что мы все передаем детям. Свободное владение родным языком, знания традиций и обычаев, а также истории татарского народа – главные критерии конкурса. Каждая участница представляет свою программу. Здесь разные национальные блюда – леваш, сладкая выпечка, костыбы, лепешка с начинкой. На суд жюри и танцевальные постановки. Молодежь забывает о своем родном языке, о своей культуре, о своих традициях, которые должны вообще сохраняться в семье. Очень хочется, чтобы сегодняшняя молодежь именно прониклась вот этим духом национальным и старались как-то возродить и жить по тем обычаям, сохраняя те традиции. Титул «Татарка» за 2019 Оренбурга получила Ильсияр Гумирова. Девушку изучает родную культуру, сама создает национальные костюмы. Теперь она представит нашу область на полуфинале международного конкурса в Казани. Елена Еремина, Константин Воробьев. Новости дня.